Псалом 19, Псалом Давида, говорит нам такие слова. Да услышит Тебя Господь день печали, да защитит Тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Тебе помощь из святилища Исиона, да подкрепит Тебя, да вспомянет все жертвоприношения Твои и все сожжения Твое, да соделает тучным, да даст Тебе по сердцу Твоему и все намерения Твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает Ему со святых небес Своих могуществом спасающей гесницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. И мы видим, что царь Давид и об этом пишет, что у него хотя было много и власти, и силы, и могущества, но мы видим, что Слово Божие учит нас, что он не хвалился и не колесницами, и не конями, хотя мог на все это положиться, но он с малых лет знал, что упование должно быть у человека только одно, на Господа. И Писание говорит, эти люди пали, которые на что-то надеялись в этом мире, а у тех, у кого упование было Господь, они это прошли, они устояли, и Господь помогает им подняться и идти дальше. И Слово Божие говорит нам такие слова. Услышь нас, Господи, когда будем взывать к Тебе. И мы сейчас будем обращаться к Господу, чтобы Бог сегодня Духом Святым прибыл с нами, благословил всех, кто сегодня будет участвовать в служении, проповеди, и в пении, в стихотворении, в свидетельстве, чтобы участие детского хора благословил, общего хора, чтобы все послужило к нам, к назиданию и восхвалению нашего Господа. Будем молиться.